Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на нашу кухню. Добро пожаловать! Сегодня мы с Юрой будем готовить американское блюдо. Называется оно в оригинале вот так. Прочитайте. А по-русски я так читаю. Дойтер тот хот диш. В общем, это блюдо мне очень нравилось в Америке. И я постоянно хотела приготовить его на видео, но у меня никогда это не получалось. Я его хотела приспособить к нашим условиям, адаптировать у нас в России. Поэтому все, что нашла, постаралась собрать все продукты, которые мне будут нужны. У меня будет, конечно, различная картошка. Отличается очень сильно от той, которая мне нужна. Я вам буду вставочки делать, какое должно быть. Постараюсь, во всяком случае. Теперь я вам рассказываю, что мне нужно будет конкретно для этого блюда. У меня в данном случае ровно килограмм. Здесь у меня 430 грамм сыра. Я его подсушила маленько. Теперь у меня будет оливковое масло. У меня баночка кукурузы. Самое главное, у меня картофель. Но картофель у меня вот такой вот, который я нашла. Теперь дальше. Так как у меня нет крем-супа, я его буду готовить сама. Я для него приготовила грибы. Грибов я взяла замороженных. Была вот ровно тарелочка большая. И когда это все растаяло, вот столько всего осталось. У меня здесь они нарезаны. Уже помельче я их измельчила. Теперь я взяла 2 ложки больших с горкой муки. Молоко у меня топленое. Это для крем-супа. 350 миллилитров. Водичку. Ложечку сливочного масла. И взяла в форму. А специи у меня будут всего лишь черный перец и соль. И что, поехали готовить. Все, что получится, будем лицезреть на экране. Я поставила разогревать сковороду. Теперь я сюда добавляю оливковое масло. Ну, вот так вот дно закрыла. А в эту сковороду, где я буду готовить крем-суп, я опускаю грибы. Ребят, фарш у меня смешанный. Здесь у меня говядина, а здесь у меня курица. Я выпариваю влагу из грибочков, чтобы их обжарить немного. А в эту сковороду опускаем фарш. Девочки, я рассказываю, как я готовлю последовательно, что, зачем я делаю. Из грибов у меня влага выпарилась, добавляю в масло кусочек сливочного. Молоко и добавляю муку. Мне нужно это размешать. Добавляем сразу сюда воду. У меня на совсем низкой температуре обжариваются грибочки. Ворчат совсем-совсем тихонечко. А здесь вот обжаривается фарш. Я пока натираю сыр. Помешать не забываем. Вдруг осела мука. И теперь выливаем в сковороду. Смесь эту. Фарш тоже не забываем помешивать. Не забываем помешивать крем-суп. Я уже отключила комфорку. Не забываем помешивать. Видите, какая густота у меня. Просто оставляю в сковороде пока. Фарш у меня готов. Добавляю сюда кукурузу. Целую банку. Добавляю сюда крем-суп. По перемешиванию мне еще надо посолить. Солю по вкусу. И перчу по вкусу. Вот теперь перемешиваю. Как будто я у дочери в гостях. Я это блюдо там обожала. Дочь говорит, я его наелась. Не хочу, редко готовила. А зять у меня это блюдо очень любит. И внук любит. И мне понравилось. Не поверите, у меня уже слюнка бежит. А вот мой муж, кстати, ни разу не кушал это блюдо. Сегодня он будет есть его впервые. У меня, кстати, лопаточка из Америки. Королева кухни. Это мне дочь подарила. Спасибо, моя дорогая. Теперь нужно сюда добавить сыра. И сыра нужно не пожалеть. Блюдо жирное. И перемешать. И можно огонек убавить до самого минимума. Ребят, сейчас скажете, конечно, тонна сыра, тонна фарша. Что не вкусно-то? Вот именно, наверное, это поэтому и вкусно. Сыр у меня расплавился. И я отключила плиту уже совсем. Я уже ставила разогревать духовку на 190 градусов. Ой, 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 ой. Отставляем пока в стороночку. Ребят, готовить буду в форме из фикс прайса. Сбрызнула ее маслом хорошо. Теперь выкладываю. Вот это чудо. Из чудес. Засыпаем опять сырочком. Тем так щедренько. Не скупимся. Блюдо жирное. Не все всегда мы кушаем полезное. Вот я даже не знаю, как поведет себя этот картофель. Я вот вставлю, какая должна быть картошка. Ну, раскладываем эту картошку. Или рассыпаем ее. Что мы с ней будем делать? Никогда ее не брала. Посмотрим. Там-то я выкладывала. Красиво очень все было. Знаете, та картошка, она похожа на как будто бы картошку, когда для драников готовишь, трешь на терке. И в такие она шарики, колобочки, слеплено вот такими маленькими, небольшими кусочками. Как поведет себя эта картошка, я, конечно же, не знаю. Купила я пакетик, кстати, 750 грамм. А готовим мы на двух человек. Ну и все. Ставим в духовку. У каждого духовка разная. Я поставлю на 40 минут, на 190 градусов. У меня духовка с конвектором. Итак, мои дорогие, прошло уже 40 минут. И наше блюдо готово. И еще, что осталось за кадром. Я же солила картофель. И не показала. Картофель нужно будет подсаливать обязательно. Такой вот он хрустящий сверху. Теперь нужно дать остыть. Сейчас будем раскладывать блюдо. Я предвкушаю, какое оно вкусное. А я еще не пробовал. Я не смогла дождаться, девочки, мальчики. В общем, кушать хочется. Да, когда это все остынет. А картошка с мясом уже очень вкусно. Ой, ребята, я как будто у дочери сижу и ужинаю с ними. Как вкусно. Мне это блюдо очень нравится. Если вы любите все новенькое, то обязательно приготовьте и попробуйте. Хотя бы даже по минимуму продуктов. И что мне остается? Мне остается с вами попрощаться. Пожелать вам хороших выходных, прекрасного настроения. И всего самого доброго. Увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока. До встречи. Пока-пока. Да, ребятки. Как всегда, Лариса на высоте. Все очень вкусно, классно. И еще я заметил, что вот этот остренький соус очень подходит к этому блюду. Обалдеть. Спасибо тебе, Ларик. Ребятки, проглотил за 5 секунд. Как мне Лариса сказала, тейтер тот ход диш. Как это переводится, не знаю, но очень вкусно. Мне понравилось. Лариса переживала, что не понравится. Все очень классно. Хочу сказать, что по вкусу немного отличается от того, что кушала я там. Ну почему? Потому что там крем-суп был покупной. У меня приготовленный своими руками. Картошка у меня не совсем такая. Еще наложил себе добавку обжора. Спасибо. Спасибо.